Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На проект пришли две новенькие девушки. 19-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная пришла после расставания с молодым человеком. Но она недолго пробыла в периметре, девушку забрал разгневанный отец. Пригожин был в ужасе от поступка дочери. Мне неловко и стыдно за то, что Дана пошла на эту передачу. Ну а что я могу сделать? Как говорится, в семье не без урода. Вторую девушку зовут Анастасия. Она пришла к Винцеславу Вингржановскому. Ее оставили на проекте. На проектном суде слушалось дело Кости Иванова. Первый иск был от Рустама Солнцева, второй от зрителей. Его обвиняли в хамстве и в агрессивном поведении по отношению к своей девушке. Неприятной новостью для Иванова стал приговор суда. Сутки в изоляторе и 4 дня исправительных работ. На съемки также приезжала хорошая подруга Саши Гозиас, Кристина Дерябина. Дерябина пишет на своей странице в соцсети. «Я предоставила доказательства того, что он виновен, что он избивает Гозиас. Она жалуется мне на его поступки сутками, говоря, что покинет проект и уедет к себе в город, а Костя пусть валит к бывшей жене». Также Дерябина рассказала, что на свадьбе у Эллы Сухановой Гозиас ругалась с Костей из-за того, что он флиртует с другими женщинами. Саша Гозиас пишет «Сегодня посадили Костика. Конечно, для него и для нашей пары это не страшно. Он у меня мужик боевой, выдержит. Огорчило лишь то, что девочки, с которыми мы общались, взяли и оклеветали. Свадьба же Игоря и Эллы, наоборот, между нами дала толчок на серьезность. Мы были в восторге от жениха и невесты и всю свадьбу танцевали и целовались». Тата Абрамсон поругалась с Натальей Бичан. Она в прямом смысле этого слова послала хореографа. Это произошло после того, как Бичан попыталась разбудить участниц телестройки на репетицию с помощью водного пистолета. «Приезжаю утром на поляну в отличном настроении». И, конечно же, никто не проснулся. «Ну что же, мы применили в ход водные пистолеты, но и они не помогли. Только вызвали хамство и раздражение со стороны участников. Я решила, что в такой атмосфере проводить занятия не готово». Костя Иванов и Игорь Трегубенко отказались от дальнейшего участия в конкурсе «Человек года» по своему желанию. Они не хотят переодеваться в женское платье и петь песню в женском образе. Трегубенко написал «Сегодня я принял решение покинуть конкурс, так как в очередном этапе необходимо одеть женское платье, туфли, накрасить губы, надеть парик и в этом образе петь песню. Я считаю, это не борьба со страхом. Это борьба с достоинством и моими мужскими принципами. А в этой борьбе я уступать не стану». Спасибо всем за поддержку. Свой главный приз на проекте я уже получил. Ведущая проекта Ксения Бородина отдыхает с детьми в Турции. Она опубликовала новые фотографии. А вскоре стало известно, что в Турции военный переворот. Бородина планировала пробыть там чуть больше недели. Она надеется, что путь обойдет стороной город, где они остановились. Фанаты очень переживают за любимую ведущую. В телефонном интервью Ксения сказала «Читаем про события в Турции в интернете и ужасаемся. У нас сейчас все хорошо, мы отдыхаем. Но, конечно же, если завтра послезавтра почувствуем какую-то угрозу, то немедленно вылетим домой в Москву. Очень надеемся, что все будет хорошо». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.